25 января 2013 года исполняется юбилейная дата 75 лет со дня рождения великого русского поэта и барда Владимира Семеновича Высоцкого. Традиционно николаевцы, которые любят его творчество, собираются в библиотеке учителей, где поют его песни, рассказывают его стихи и слушают воспоминания тех людей, которые видели Высоцкого живым. И хоть напрямую Высоцкий мало связан с Николаевым, но был такой эпизод в его жизни, когда в Одессе снимался фильм «Опасные гастроли», николаевцы, любители творчества его, пригласили его на концерт во дворец судостроителей. И были развешаны объявления, уже Высоцкий выехал из Одессы, и в это время наши партийные органы, которые привыкли согласовывать все свои действия с Центром, в данном случае с Москвой, посоветовались с Министерством культуры, стоит ли устраивать концерт Высоцкого в Николаеве. А поскольку Николаев был закрытым городом, то перестраховщики из Управления культуры запретили концерт Высоцкого в Николаеве. Но так как Высоцкий уже был почти рядом, его встретили друзья, и уже в ресторане, который называется «Родники», пригласили вот туда Владимира Семеновича, и он там для сравнительно узкого круга пел песни, рассказывал стихи, рассказывал о съемках фильма «Опасные гастроли». И мы, вот Николаевцы, до сих пор, как-то на нас лежит такое пятно, что такого великого поэта мы не смогли отстоять и пригласить во дворец судостроителей, чтобы он порадовал своим творчеством Николаевцев. Но, тем не менее, вот здесь есть такой издатель, Лев Траспов, который издал несколько книг о Владимире Высоцком. По сути, каждый год ко дню рождения Высоцкого он выпускает очередную книгу о нем, собирает огромный интереснейший материал. Здесь, в Николаеве, проживает преподаватель юридической академии Виктор Крецл, который знает все песни Высоцкого и может спеть их, не задумываясь, сразу. Здесь есть люди, которые видели Высоцкого в спектаклях в Москве. Поэтому в памяти Николаевцев Высоцкий всегда жив, и мы с большим уважением и с большим трепетом относимся к его творчеству. Продолжение следует...